Шаманский костер должен быть зажжен не спичкой, не зажигалкой. Это должен быть первородный огонь. Первородный огонь был зажжен молнией от этого, с неба. Ну, так считается. Ну, и этот обрядовый костер, зажженный шаманским ножом от древнего камешка, он тогда будет внести такую определенную энергетическую составляющую. Зажечь домашний очаг, очень символично в этой печке. Вот для этого сейчас... Это музей действующий. Здесь вот на этом столе бубны делаются. Самая забубенная фабрика Алтая. Здесь кому бубен настоящий хочет, она их здесь брат мой делает. Он Дархар, он делает вещи для шаманов. Я его научил, ребята, мне же не всегда некогда. Вот эта заготовка на бубны. Видите, вот эта кожа тут. Вот он лежит. Поэтому здесь все это вот штрубцины, это вот резонаторы. Поэтому здесь все делается. Но, а что ж место пропадать? Говорится, пока экскурсий нет. Но музей Панорама, кстати, интересно чем? Это центральная часть, она вся рассказывает о том, как Алтайские Зайсаны. Пописали письмо российской императрице в прошении от принятия состава Российской империи. Кстати, мужики, можно кольчугу померить. Кто хочет, у них в жизни не одевал, можно одевать. Да, здесь все можно трогать. Но так получилось почему-то и строительство. И то, что вот это событие, оказавшее, в общем-то, ключевое влияние на становление российской государственности на этой территории, толком никак не было проиллюстрировано. Ну, когда я решил это проиллюстрировать, то, конечно, я понял то, что хотелось бы тут же показать и быт, и жизнь. Но, обратите внимание, здесь на заднем плане люди на лодках плывут, там будут на верблюдах ехать, там на конях будут идти, там пешком будут идти. И всегда будет это, ну, так сказать, жизнь, вык, традиции. Здесь можно проследить с точки зрения живописи. Ну, здесь, конечно, я казаков еще поставил, потому что тот, что должен будет научиться, кому письмо писать. Ну, и, кстати, очень символично в центре стоит славянский князь и алтайский князь. И они, и вот этот казак его приглашает, говорит, сердцем в Россию. Россия все народы принимала всегда, всех защищала, собирая под свое крыло, и уважительно относилась к любой культуре, к любым нациям и традициям. Ну, а это история. Историю, кстати, мало крови не знала. На земле Алтая она же был виллась целикой. Ну, смысл в чем? Очень много интересных случаев есть на Алтая, которые, в общем-то, рассказывают о переселении, дружно, о всяких вот таких, некоторые вещи, они буквально законспектированные есть в истории. Мало таких фактов, которые законспектированы. А то, что законспектировано, людям стараются не донести. В общем-то, даже вы сами знаете, что написано пером, не вырубишь топором. Поэтому именно сожгли эту библиотеку, и не он. Потому что там все было написано. А с этим было трудно спорить. Легче сжечь. Вот. Но есть такой интересный случай. Вы слышали, как это Амурсана? Амурсана. Амурсана – это джунгарский хан был. Он не был ханом. Там вся история началась, когда он решил стать ханом. Когда он решил стать ханом и не победил на выборах, то джунгара – единственное в мире государство кочевников. Получилась такая история, что Амурсана, обидевшись, побежал к китайцам. Где император дал Амурсане армию, и он пошел воевать с джунгарами. Пошел воевать с джунгарами. Он хотел их победить и самому стать ханом. Но когда он увидел, что делает китайская армия с его народом, он бросил эту китайскую армию и собрал свой партизанский отряд и стал уже воевать с китайцами. И им довольно-таки успешно. Но потом он все равно проиграл эту битву. И он умер в Гумске в возрасте 33-х лет. Мне кажется, это уйгурский был. Джунгарский. Джунгарский, Амурсана. Но чем характерно это... Ну, уйгуры, кстати, они, в общем-то, прямые потомки джунгаров. Я про что и говорю. Потому что это в истории уйгуров, вот эта история. Как наняли китайцы и потом они повернули оружие. Ну, джунгарский Алатау остался джунгарским Алатау. А уйгурский автономный округ остался. И хотя я жил в Казахстане, и в городе раньше был Джаркент, Кунджа. Это вот чисто уйгурские такие. Там много уйгуров живет. Это Панфилов он был назывался. Сейчас опять Джаркентом назвали. Это в Казахстане. У меня много знакомых уйгуров было. В армии служили. У нас 20 уйгуров было. Но джунгарский Алатау остался джунгарским Алатау. И когда Мусана умер, его друг Шабурды был, ну, как шаман при нем, ну, как Талмачин, его поймали китайцы и привезли в дворец к императору Китая. Император его допросил. А потом его задушили щелковым шнурком. Но перед смертью он сказал, я, говорит, перерождусь и отомщу тебе китайский император. Через год у китайского императора родился сын, у которого на шее была тонкая красная ленточка. Они испугались, они этого бедного ребенка выщипали через квадратную дырочку монеты ЧО. Вот это китайские бронзовые монеты такие. И всего ребенка выщипывали живого, чтобы он не переродился. Но через год у китайского императора опять рождается сын, у него все тело покрыто, как оспинками. Ну, тогда они опять обряд делали и его уничтожали, ну, чтобы через два поколения он умудрился переводиться. И это записано все в летописях императора. А это, как говорят, ну, о переселении душ бывает, не бывает. Таких случаев много. Ну, например, слух, как убили Ивана Грозного, знаете? Ртутью отравили. Это официальная версия. Мы так уже знаем абсолютно. Но есть другая еще одна тема. Ртуть там у многих была в крови, потому что там многие это были на том. Но смысл в том, что когда он собрал 40 шаманов со всего севера и с Урала, ну, со всех своих земель, посладил всех темницу и сказал, дайте мне предсказание. Если оно сбудется, я вас отпущу на Грозу еще. Если не сбудется, всех сожгу. Уж не обижайтесь. Живью. Они посидели, посидели. Говорит, Иван Грозный, ты умрешь 18 марта. Он говорит, ну, посмотрим. Там недолго осталось. А я все запомню на день рождения, 18 марта. Ну, короче, приходит 18 марта в темницу, говорит, ребята, как дела? У меня доброе здравие, хорошее настроение. Но чего у вас, скорее всего, скоро не будет. Они говорят, Иван Грозный еще, говорит, не вечер. И вечером 18 марта он играл в шахматы. Встал, охнула, охнула, упал и умер. Чисто шаманский прием. То есть вот слово русское, вот оно убило этого знаменитого императора. Они бросили ему информацию. И она уже как программу вирусную закинули. И он думал об этом все равно, но он не подсознание. А человек может свои мысли, что хочешь себе это, напридумывать. Часто очень люди себе напридумывают. Потом идут, ой, меня, говорит, там, сглазили. Сама себе заболтала. Вот, кстати, я всегда говорю, загадывайте желание. Это самая смешная поговорка на турпотоке. Вот никто наши с вами загадки разгадывать не собирается. Пока четко, ясно не скажешь, что ты хочешь. Вот если ты сам понимаешь, что ты хочешь, все уже хорошо. Это уже пол дела. Потому что дальше будет это уже легче. А то когда сами не знают, что хотят, а потом и на других еще это, потом хасятся. Нет. Люди, вот эта психосоматика вся от луны. И часто девочка, бывает, в детстве ее там будут дразнить, там что-то. Она скажет, никому мне не надо, никогда я замуж не выйду. Ну, ряпнула. Но был первый лунный день. Потом бедолага мучается, ничего понять не может. Все будет нормально, надо. Что-то не то. Поэтому я тебе так научу. Видишь, свадьба едет, скажи, ура. Скажи, не пора ужин. Ну, у нас приходят друзья на новоселье, ничего себе, русского ура. Вообще, ничего себе, это очень мощный заговор от плохого. Вот ничего себе нужно говорить, если только плохое видишь. Если видишь машину перевернутую, бомжа протянул, там, калекуру. Ничего себе, закрылся. А если видишь что-то хорошее, то тебе надо сказать, вот молодцы. Вот здорово, и мне надо. Три штуки. Видишь, там, кто-то машину купил, скажи, я хочу, скажи. Синий металлик и 4 ВД. Ну, так вот, понимаешь, конкретизировать свое желание надо. Вот здесь золотой бабы, там вообще чудеса творятся. Иногда там вообще фантастические вещи. Поэтому люди уже, как бы, друг другу, наверное, знают. Они же сами... Я даже не мне не рассказываю, они друг другу рассказывают. Здесь или на возле руки? Там больше, там она история больше. Мы эту-то покрасили. Что характерно, мы ее покрасили 21 сентября, год назад. Но у нас еще была первая. Украли ее. Ну, возле баб всегда будет что-то такое творить. Но она как пирамида, сидит в козе лотоса, цвет ее золотой. Но мы ее ставим, где место немножко должно быть обрядливого. Та баба на горе, она от горы в нее сила идет. Там скала, под ней тысячу лет обряды проходили. Но потом, когда канадку сделали, туристы давать нам что попало делать. Там до древнего луны всего 7 километров. И люди, которые собирались пожениться, поднимались на то место. Там кони оставляли. Дальше шли пешком. Дальше шли там две вершины. Алтынбаш и Мюргенбаш. Золотая и серебряная вершина Тюзгана. Тюзгана это сама гора, считается, как 10-й любимый сын Ульгения. Самый красивый, самый ловкий и отважный был богатырь. Сартыкпай на всем великом Алтае. Это гора. А вот две ее вершины, между ними еще в 40-е годы бежали теплые ключи. Там было небольшое озеро, и на нем лебеди зимования. И там дом шамана стоял. То есть золотая баба на Манжироке, это на таком месте сакральном стоит? Там место одномоле на тысячи лет. Там два дерева строслись, березы и фитая, если видели. Вот которые по ней шли вниз, она тоже была срочащаяся с березой. Но засохли. Они эти засохли, рядом другие стоят. У меня один мужик говорит, я всю жизнь в тайге работаю, но вот так вот что-то я не помню, чтобы хвойные листья вот так вот срастались. Я чуть не заметил. Ну, это видишь, что нужно маленько... Никто не показал. Ну да. Она там прямо стоит. Там все фотографируются. Мальчик и девочка встают, сфотографируются, как над их головой срастаются два дерева. Как их судьбы срастаются, как роды объединяются. Это обряды, там фотографии, они очень сильные, особенно вот эта. Она... ну как это? Вот. Поэтому... Вот это русское слово очень сильное, это магическая штука. Поэтому мы всегда говорим, что за слова нужно понимать, отвечать. Не обещать лишнего, но выполнять обещанное. Это всегда будет нести такую основу устойчивости твоего собственного развития. Вот. Поэтому... Вот, дел таких много. Ну, мои любимые сказки, честно сказать. Но, поэтому я говорю, вот... Никогда не думал, что через сказки меня так это прославит. Но сейчас же кино снимают по моим сказкам уже. Ольга Кабо приехала, снимается. Белокурихи сейчас она. О белом морали. Вот сейчас моральник цветет, цвеноцветущий моральник. Моральник расцвел там, где упала кровь белого морала. А Манжерок переводится, сердце белого морала. Ну, легенду о белом морали. Я просто их написал красиво. Они, ну, как сказать, они слухи ходят, сказать красиво не могут. Но я написал красиво. А Золотой Баби, это была моя первая легенда в жизни. Первая. Я вообще не думал писателем быть. Ну, всегда толчок должен быть. У меня друг один, консультант губернатора по связям с федеральными иностранными средствами массовой информации. Приехал, вот Артем говорит, звонит, Совета Федерации просят, говорит, он не знает, почему Алтай, Алтай называется. У вас, говорит, есть какая-нибудь красивая легенда на эту тему? Я говорю, утром будет? Я ночью писал. Писал ночью, там бывает, как луна в окно светила. Ну, я даже вам расскажу, да, ну, хочу рассказать интересный способ. Послушайте, как звучит. А потом я еще вопрос. Давным-давно это было, давнее давнего. Давным-давно это было позади прошлого, когда древний народ динлинов жили в другой счастливой стране. Жили хорошо и все было у них замечательно, но однажды упало небо нескончаемым дождем. Сорок дней ночей шел дождь и стала вода забирать земли динлинов и собрались тогда они на большой совет, чтобы решить, как им жить дальше. Три дня, три ночи спорили, ни о чем не могли договориться, пока старейшая женщина народу не встала и не сказала, хватит споров, разбирайтесь жилища, будем делать плоты и уплывать с этой счастливой страны, пока вода не забрала все наши земли и наших детей. Ну так вот, делали, разобрали плоты, дома разобрали, жилища, давай плоты делать, веревок не хватило. Они бегут, старейшая, что делать? Она берет нож, волосы отрезает, делайте веревки. Они никогда не стригли волосы, у них были длинные косы, но они отрезали только кончики волос. Но все, что они отрезали, все волосы, все ногти, они собирали в один кувшин, который ребенку делал отец при рождении. И когда человек заканчивал земную жизнь, он даже хоронил с этим кувшином, чтобы ничто нигде не валялось. Этим жестом они как бы отсекли все, что у них было в прошлом, и впереди у них осталось только будущее, и то неясное. Тем не менее, весь народ волосы отрезали, делали плоты, но опять этих веревок не хватило. Бегут, старейшая, что делать? Она берет, снимает себе золотые украшения, бросает на стол, делайте гвозди. Со всего золота народа они отлили гвоздей таких штырей, и только они забили свои броты, и только забрались они на них, как скрыла вода их земли, и они остались одни в бушующем море. Сорок дней иначе они плыли по этому морю, и уже слабые отчаялись, стали ругать старейшую. Зачем ты нас на такое сподвигал? Лучше бы мы утонули в своей счастливой стране, и не знали этих страшных лучений. Но она гребла, гребла до тех пор, пока на горизонте они не увидели землю. А пристав той земле, они увидели край благодатный, зверя в лесу много, а рыбы столько, что ручей можно перейти по спинам, даже ноги не ложат. Туда разобрали они свои плоты, и собрали опять свои жилища. А золотые гвозди, когда повытягивали, они не стали делить где-то колечко, где-то сережка. Со всего золота народа они отлили статую по образу мудрейшей, которая вывела их в этот благодатный край. А звали эту женщину Алтынай, по-русски золотая луна. И в скором времени всю местность вокруг этой статуи стали называть от имени ее, коротко и емко, Алтай. Алтай переводится с золотая луна от имени древнейшей богини всех скифа сибирских народов, великой легенды Алтая, матери всего живого, богини плодородия, богатства и судьбы, защитницы новорожденных, покровительницы молодоженов. Она тысячи лет стояла на слиянии Иби и Катуни. Все народы ее на себя тянут. Но я говорю, когда у Хантов стоял, когда на широте Новосибирска стоял трехкилометровый лед, на Алтае уже были широколистые леса. Поэтому, где жизнь зарождалась, вот сейчас звонили с Денисовой пещерой, у меня там корреспонденты знакомые там сидят сейчас, и там все вот эти новые научные исследования, они все это рассказывают. Но дело в том, что мне нужно было мою жизнь жить. Вот знаете, я даже служил когда-то в армии в Новороссии, вот по Волограду, Днепропетровской области, там, кстати, был когда-то сформирован в России первый усадский полк. Сейчас это территория Украины. Но мы ездили в сопровождении грузов. И ездили по разным регионам, по разным городам. И часто видели в культурке вот такие женщины. Ну, древние, из камня выбитые, в пользу роженицы сидит, руки у нее так, жгутчики у нее, все. А только мне экскурсоводы рассказывали, это образ первородной матери. Образ первородной матери, говорит, и они, говорит, раньше все были раскрашены, они все были, говорит, их кормили, им дары носили. Они как бы родовые, вот со времен матриархата их когда-то делали. И на Алтае эта золотая баба, она досталась тюркам по наследству. Они, но на Алтае сложилась уникальная ситуация. Четыре тысячи лет назад древние скифы научились на Алтае при помощи ртути добывать золото. Вот ртути на Алтае как раз много. У нас даже в ГЭС не стали делать, что если в ГЭС сделали, то у Лаган красные ворота это киноварь, ртуть. Если бы там сделали ГЭС, она вызвала с землевым настолько ртути, что через лоб отравила бы весь мировой океан. Экологи дали такое заключение и ГЭС не стали делать. Потому что можно было экологическую катастрофу планетарного масштаба сотворить. Поэтому, ну что делают, ртуть имеет такое химическое свойство, растворять золото. Царская водка, можно слышать. А золото тоже нормально, но в основном песок. Песок моют, моют. Остается, как его чистить? Возьмут туда, ртуть нальют. Ртуть растворит золото. Потом сливают это и выпаривают. Ртуть выпаривается легко. А червонное молекулярное золото остается на дне. 999-я пробы. Очень пластичная. И они его раскатывали толщиной в один атом. Из кифа не делали на Алтае изделие из чистого золота. Но гости приезжает, у него на шее блесит блях. Они вырежут из дерева. А золотой фольгой покроют. А пальцем же никто не даст ковырять. Там сидит весь в золоте. А они говорят, у нас золота много. Но он говорит, проблема, его стерегут в горах железные грифоны. А почему? Геродот потом писал. На Алтае много золота, но проблема. Стерегут железные грифоны. А греки, римляне, что делали? Они идут путешественники, купцы. Вроде как люди мирные, добрые. Там ля-ля-ля-ля, торгуют. Сами карты рисуют. А следом пойдут легионы. Если там есть, у кого грабить, они уже знают, куда идти, кого грабить. А это тоже уже времена. Они сказками свою землю охраняли. Я понял потом, что... Я когда это все посмотрел, в Украине там много этих каменных баб. Я понял то, что на Алтае они додумались вот эту свою статую, чтобы каждый раз не красить. Очень экономично покрыть золотой фольгой. Они тут все так делали. Издалека реально казалось золотой. Но на самом деле не сама она стоила огромных денег, а то, что ей люди притащили. А когда они видели такую богиню, конечно, хотелось ей отдать. И тащили все, что у них было самое ценное. Там оружие, кость. Даже однажды, интересно, пришла книга «Сто великих тайных востоках». Почитаю, там написано «Когда Ермак утолнул, то воины хана Кучума выловили его тело из реки, сняли доспехи, которые подарил ему Иван Грозный. И со словами «Этот человек хотел тебя украсть, принесли и бросили к ногам золотой бабой». Так они вместе хранятся в доспехе завоевателя Сибири. И это великая легенда Алтая. Я сейчас уже думал, а кто сказал, что Ермака выловили? А где могилка завоевателя Сибири? Вот значит, что Кучум похоронен на Алтае, это все люди помнят. И Кучум в памяти народа остался как мудрый и добрый правитель. То, что он стал врагом с Ермаком, это не так история распорядилась. Но Ермака многие люди считают сыном Божьим. Потому что так, как было у Ермака, так не бывает. Он же его вытащили из соляных копий, он вылез туда, там, где все умирали от этого силикоза, он вылез огромным жуком, здоровым. Причем очень мощный энергетический стиль. Вот эта ватага у него, ему ватагу брали не каждого. Это были не те казаки, что там сейчас строят, ходят, песни поют, там честь отдают. Нет, это были такие сорвые головы, каких свет не видывал. Понимаете, разбойники были. Но вот эти разбойники, которые всеми видами оружия владели, они слушались не только слова Ермака, но даже взгляда, даже этого, движения брови. Поэтому царь не любил казаков. Ни один историк пришел, говорит, подарили какую-то кольчу. Это не какую-то. Эти доспехи были князя Шуйского. И не лично для него делались эти доспехи. Ерван Грозный передарил с убитого за 4 года до этого князя Петра Шуйского. Это был видный политический деятель до нашей России. Он был как министр иностранных дел. Его доспехи... Он Батория остановил. Он Батория остановил. Это Шуйский. Он, в общем, легендарная была личность. Он был другом Ивана Грозного. Он остановил Батория. Не так много было у Ивана Грозного друзей, чтобы это... Но когда подорше в Беларуси его поляки убили, то доспехи сняли, принесли, сдали в казну. Доспехи стоили столько, что за эти же деньги в те времена можно купить целый небольшой российский городок того времени. Со всем скрабом. Со всеми лошадьми и коровами, свиньями центральной площади и церковью вместе взятыми. Столько стоили доспехи Петра Шуйского. И поэтому, когда он царь признал... А про казаков он писал такие указы. Поймали казака, в плен не брать, в острог не сажать, до первой березки вешать. А атаманов их, Никиту Пана, Ивана Кольцо, Брезгу, Ермака изловить, привезти в Москву и казнить саму злою смертью, четвертовать. Вот так он к ним относился. Но царя напрягало вот именно вот это, совет атаманов. Демократия. То, что грабили купцов, это, говорит, полбеды. А демократия во время нациализма, это ругательное слово. И когда любой топор в рубке мужика считался собственностью царя, а только потом того человека, который им дрова рубит, тут какие-то вот эти вот вольнодумства, они были намного политически, как говорится, страшнее, чем какие-то грабежи простые. Поэтому, когда Ермак удал, ну, царь говорит, слава Богу, мне, говорит, одной проблемой меньше, но, извините меня, доспехи стоят денег. Ничего не знаю, принести в казну сдать. Указ пишет. Но если царь пишет указ, будет выполнять. Вот что интересно, цари менялись, смерть царя не отменяла царский указ, только новый указ царя отменял царский указ. Сто лет прошло после гибели Ермака, когда в Низове Хаби в обозе у кочевников-нанайцев нашли кольчугу Ермака с именной печатью князя Петра Шуйского, чем она отличалась от всех кольчуг в этом мире. И она выставлена на всеобщее обозрение в Москве, как кольчугу Ермака. Но ничего больше не нашли. За 300 лет истории, а все же антиклары следят, где там что появляется, ну такое историческое. Ничего не нашли, как и клад Золотой Бабы. И клад Золотой Бабы остается самым большим из известных исторических кладов. Да, мы там узнали то, что Ермака выловили, что тело долго с ним сносились, они даже съели его с сердца. Они не знали, как забрать его нечеловеческую силу. Ну там, шаманы. Потому что действительно этот человек был не... Ну и даже некоторые говорят, что это сын Божий. Есть такое предположение. Потому что как Геракл, тоже у Бога было много сыновей. Да, поэтому все эти легенды древних народов, у них постоянно найдет то, что сыны Божьи. Но это генетический какой-то возврат каким-то древним пронародам происходит. Иногда и рождаются люди, которые более явно несут этот генетический код. Я могу поклонялись сибирские народу после его смерти. Да, действительно, и каждый его это... Вот эти, вы говорите, кольчуги, там же несколько было кольчуг, там верхняя, нижняя какая-то. Ну две там кольчуги. И там разобрали ее на запчасти по самым-самым древним, знаменитым родам. Их хоронили как реликвы. И тоже поверю. Почему? Потому что есть такое. Вот знаете, у нас вот всегда, если вот человек живет там сто лет, у него большой рот, и он умирает, то каждый хочет от него хоть ниточку взять и, ну, то есть энергию от него, ну, себе в рот притащить. И разобрать кольчугу, там кольчуг много, это могло быть такое, это в духе тюркских традиций. Взять от убитого или погибшего, ну, большого человека, себе на память какой-то кусочек. Поэтому, вот он сказал, первый раз я это слышу. Но я в душе понимаю то, что в духе традиций. У нас такая есть традиция, если умирает пожилой долгожитель, от него хоть капельку на память взять. Поэтому, эта история, эта земля помнит, знает много, но не каждый, кажется, услышит. Мне приходят интересные какие-то откровения, ну, мне Валентина Гафоновича даже говорит, Артем, я тебя завидую, ты сделал самый романтичный перевод слова манжерок. Ну, сердце белого морала, легенда о белом морале. Я ее даже так не расскажу, ее там каждое слово выверено. Но, например, рукоморье. Многие говорят, вот где-то на Аби. Где на Аби там? Ну, многие же слова. Мне жена говорит, вон, пошла в интернет, что ты, говорит, что попала, говоришь, вот видишь, тут люди пишут, вот где там. Я говорю, знаешь, родная, там в вечной мерзлоте, что вы все лезете туда, где далеко? Потому что это вопрос, где лукоморье страна, это те, кто не видел карту Телецкого озера. Кто видел карту Телецкого озера, у них вообще вопросов будет немало. Она говорит, вот оно, второй водоем пресной воды в России в виде лука, просто. Он даже со стрелой вот так похож. Ну, Амеркатор был великий картограф. Он карту, когда нарисовал, и увидел то, что это море в виде лука, он назвали эту землю лукоморьей. То, что она на Аби, они знают, но они начинают по-русски искать. В Москве по картам. Ты иди, посмотри внимательно на карту Телецкого озера, и просто отпусти разум. Тебе все остается на свои места. Хорошо, вот таких вот небольших вот изюминок, их тут вообще миллимо. Артем, пока далеко не ушли про Алтай, маленький вопросик, меня он просто интересует. Алтай-хан, расскажи про эту легенду. Что это представляет себе? Кто это? Что это? Какой мир? Ну, я вам поясняю, народов на Алтае много, и каждый по-своему это объясняет. Хан Алтай. А давайте вот лучше легенду расскажу. Одно, про Телецкое озеро. Про мыс Куван. Там вот как раз, где этот вот изгиб Луг делает, там стоит мыс такой, Куван. Сзади него вот это Алтенту, большая гора. Это реальное место силы. Когда на нем стоишь, впереди тебя будет водопад Корбу. Налево посмотришь Артебаш, направо посмотришь Яйлю. То есть весь мир, как бы, прочитает перед тобой. Но кумандинцев этот мыс Куван, он очень важный. Ну, Ку, это по-алтайски лебедь, а кумандинцев лебединцы называли. Но все кумандинцы всегда знали, то, что про матерь у народа была красавица Куманай, младшая дочь хана Алтая. А кто был папа, никто не знал. Ну, тут мы в поисках места для ворот Шамбалы. Мы сейчас 8 ворот Шамбалы будем ставить на Великом Алтае. Ну, я тебе расскажу, если будет отдельная история. Но одно из этих мест будет на мысе Куван, посреди Телецкого озера. Ну, я туда поплыл днем, вернулись ночью. Утром проснулся, за 5 минут легенду написал. Это было год назад. Ну, смотри, как звучит. Случилось это в то лето, когда несметная армия хуннов вторгла с пределы хана Алтая. И командовал армией вторжения младший сын Шаньюя, богатырь, красавец Куаныш. Был он молод и силен, красив и удачный в бою. У него была непобедимая армия. А он горел желанием завоевать для отца новые земли и новые народы. Его ничто не могло остановить. Но однажды на берегу Золотого озера, на утренней заре, он встретился с красавицей Куманай. И когда молодые люди увидели друг друга, то все в этом мире для них потеряло значение. Куаныш остановил свою армию, чтобы не огорчать девушку. И стал дни напролет проводить с ней, гуляя по берегам Золотого озера. Когда Шаньюи узнал, чем занимается его сын, вместо того, чтобы завоевывать для него земли и народы, он был просто вне себя от ярости. А когда хану Алтая слуги донесли, с кем проводит время его любимая дочь, он просто решил навсегда запереть ее в своих высоких чертогах. И грозные отцы послали личных телохранителей, чтобы разлучить молодых навсегда. Они как раз гуляли на берегу высокого утеса. Они издалека увидели опасность. Взявшись за руки, они поклялись друг другу вечной любви и верности. А чтобы не расставаться никогда, они взяли и шагнули с этого утеса прямо вниз. Но когда же грозные лукеры-правители подбежали к краю обрыва, они не увидели на берегу разбившихся тел, но перед их глазами в небо взметнулись две белые птицы. Это сам Ульгений обратил влюбленных за их беззаветную любовь в белых лебедей. И от их любви на священной земле Алтая родилось новое племя, которое так и называется Кумандинцы. А мыс этот люди с тех пор стали называть мыс Куван, что значит лебединый. И тысячи лебедей каждую весну и осень садятся на воды Алтанкёль, Золотого озера, чтобы отдать дань этой священной земле и этой легенде о любви и верности. Поэт. Вот как раз я приезжаю на такое место, рождается такая легенда. Когда наши бабки услышали эту легенду, они сказали, что так и было. И мой народ обрел папу. Вот теперь уже вещи. Ну, шутки шутками, но просто так так не придумать. Ты понимаешь, что нужно было знать язык, традиции, вот эти какие-то этнокультурные предпосылки. Но когда после такой легенды сокращается количество вопросов, хотя бы на один, это уже хорошо. То есть легенда должна отвечать на какой-то вопрос. Поэтому такие у меня есть. Всего я их немного написал. Авторских у меня 17 легенд всего. Ну, каждая из них. Вот 10 мы напечатали, как книжку. Иллюстрации к ним сделал сам. Вот. Ну, поэтому, конечно, для меня эта сказка была. Сюжет без сказки рассказывал. Знаешь, мне сколько сказок было. Ой. Ну, это не авторские. Это те, которые изначально. Хан Алтай, видите, что-то история Алтая же на ней одним днем делалась. Поэтому начинается это со времен богатырей Сартыкпаев. А потом пошло, и я подозреваю, что в жизни был такой, как бы, мухан, который, в общем-то, так его называли. Но не часто. Поэтому это все переплелось. И уже, ну, легенда нам для того и легенда, чтобы там, кто там правду учить. У нас бывали случаи, некоторые ученые приходят, а где искать след белого морала, пока живет на карте. Я говорю, это интересный такой. Это белый морал, это дух. Это как Иисус Христос, который спас человечество во времена страстных. Ну, я так понимаю, Хан Алтай, это как бы мифический такой легендарный хозяин Алтая. Ну, в общем-то, чтобы систематизировать вот это вот, видите, у каждого народа же свои родовые горы. И эти горы, они, ну, как, ну, как, там несколько же интересных легенд есть о происхождении народов Алтая. И сюда они приходили вот к Хану Алтаю и его семье. Умай, жена его, которая была на женщину на Алтаю. Ну, ай, опять слышь, луна. То есть это Алтай, ой, Хан Алтай и Умай. Хан Алтай, это как мужское начало, ну, жизни, а это как сварок. А Умай, как лада. Вот в чем параллель это происходит. То есть мировоззрение в сути свое то же самое. Три мира, родоначальники, энергетические, духовные для одного рода Алтая. Поэтому тут можно долго об этом рассуждать, но правды-то никто не знает. Поэтому, что значит правда в сказке, правду искать, я говорю, это бесполезно. Ну, потому что я сейчас скажу одно, то Балара скажет, нет, ты ошибаешься. Ну и особо. Хан Алтай для нас это, в общем-то, дух, который Умай, это тоже дух. Это мужское и женские энергии, которые, в общем-то, в любом человеке есть, что характерно. Что у мужчины, хоть у женщины есть много женского, есть много мужского. Поэтому бывают женщины, которые уже с мужской энергией, бывают мужчины с женской энергией. У меня тоже много женской энергии. Но это творчество. Женщины более творческие. И творческий человек, когда он творчеством постоянно занимается, у него начинает вырабатываться женская энергия. Но у меня семья, жена, дети, у меня все есть, но я не говорю, что там кто-то подумает, нет. Нет, для нас это, наоборот, это человек, существо разумное, законы природы каждый должен выполнять на основе разума. Все бурундуки, ежики там будут, они на основе инстинктов. А люди, для того, чтобы законы эти, они на основе разума. Поэтому, когда королева Великобритании говорит, что однополые браки нормальные, я говорю, бабка с ума сошла. Ее бы изолировать от общества должен. Понимаете? Потому что такие слова даже говорить нельзя. Они законодательно сидят и теперь думают, а если у них будет среднего рода, как он будет называться? Он же не король и не королева, а кто он будет? И они законодательно слово ему придумывают. Они настраивают, понимаете, то есть медитативно, о чем думаешь, то тебе и будет. Поэтому эта мысль человеческая, она сильная штука. Когда масса людей начинает думать, а кто у нас будет среднего рода, то и будет им среднего рода. Вот. Но для нас сейчас важнее другие, более глобальные вещи. Когда у Далай-Лапы закончились учения два года назад, он сказал, станьте кто из России, из Казахстана. Все люди стали. Он сказал, посмотрите на этих счастливчиков, они живут там, где сейчас начнется духовное возрождение человечества. И поехали люди. Вчера были. А Казахстан и Россию объединяет эта гора общая. Вот если бы ее русские не назвали Белухой, я люблю русский язык. Но почему такие простые названия для священных гор? Древнее название ее уч-сумер. На картах Меркатора в центре страны Шамбала стоит гора Меру, мировая гора. И не надо быть семь пядей во лбу, чтобы заметить, что это однокоренные слова. А еще понимая то, что прародина всех тюрков это Алтай, а пронарод шумеры, и вдруг опять вылазит в Меру. Здесь первые люди зарождались на земле. Кто куда, в какое время сюда откочевал, куда, это японцы на 98% выходцы с Алтая, а турки на 100% выходцы с Алтая. Каждые 250-300 лет на земле Алтая, откуда ни возьмись, набиралась огромная масса людей, 250 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч. Это огромное количество людей по тем временам. И кочевали они в разные стороны. И зарождали новые народы, цивилизации, государства. Тюрки как таковые, они пошли с династией Ашина. У Ашина есть своя легенда происхождения. Там мальчик, сволчица, там без рук, без ног. Ну это вообще некрасивая легенда. Некрасивая легенда, но как бы идет эта легенда. Мне к этому похоже, кто-то грибов объелся когда-то. Но это их проблемы. Вы знаете, когда Сенкевич приезжал на Алтай, для него специально в горной Шории сделали Шория про родину всех тюркоязычных народов. Шория это северные алтайцы. И ни в одной Шории, как говорится, они там зарождались. Вот этот Алтай, знаете, кстати, Далай-Лама два года сказал, что центр энергетический переходит на Алтай. Но две недели назад вы видели, что случилось в Непале. Вот всегда переходы вот эти энергетические, они завершаются какими-то вот такими катаклизмами. Если оттуда ушел энергетический центр, у нас в них даже горы стали ниже. После этого землетрясения. И масса жертв, и разрушенные древние храмы, это говорит о том, что энергетический центр переходит в другое место. Далай-Лама предсказал, что он уходит на Алтай. Поэтому я в душе, не то, что это, это не я сказал, но я вижу этих людей, они ко мне постоянно приходят. Разные, интересные, они покупают земли, делают эко-поселки, начинают что-то тут делать постоянно. Да ради бога, тут столько земли, что хватит всем. Но если люди нормально приходят и законы природы соблюдают, и хотят сделать что-то, они говорят, а вот люди будут ходить по природе загадить. Ну, делайте, как в нормальных государствах делают, чтобы тропинки отмаркированы, чтобы они шли, смотрели красоту эту, ну, как говорится, мусорки организованы, места для этого. Сделать это по-культурному, не так, как в этом дикие. И все будет нормально, никто не пострадает. А люди будут получать от этого духовно-энергетический заряд, а если они еще будут получать информацию, вот то, что мы собрали, ну, чисто путешествуют. Тогда, конечно, я надеюсь, что именно так центр Алтая станет центром возрождения человечества. Потому что нас же много уже последователей, поэтому люди все свою капельку вносят в этот вопрос. Вопрос-то очень важный, согласись, Артем. Однозначно. Где зародились тюрки? Если ты утверждаешь, что центр возрождения тюркских народов именно Алтай, правильно? Это есть такие вершины. Давай я сейчас позвоню, люди сейчас в Денисовой пещере, они тебе корреспонденты, они тебе всю эту правду расскажут. Они прямо с пещерами сегодня с ними разговаривали. Тюркский мир от Роми на сегодняшний день. И он политически очень разнообразен. И религиозно очень разнообразен. Значит, ну, если... Но, говорю, со времен СССР, я видел эту надпись в горной Шорье, а это Шорье, прородина всех тюркоязычных народов. Когда к путешествию проезжал Сенкевич, для него сделали такую стему. И они, в общем-то, все знают. И турки приезжали, вот, Маджирок строить, они все знают, что они выходцы с Алтая. И татары от Казань, они все знают, что они с Алтая. Но приехал японский профессор, он говорит, мы все вышли с Позырька. Про японец, он говорит, мы... И сейчас ЮНЕСКО делают генетический код. То есть берут у людей генетический код и смотрят, кто, где, как это расселялся. И вплоть до Южной Америки отсюда люди выходили. В Горно-Алтайском музее есть схема этих происхождения народов, именно вот... Ну, я был там, я уже забыл. Там и японцы, и корейцы тоже, как одна из ветвей. Ну, да. Тюркских языков. Ну, язык, он шел, как бы... С народом. С народом. Он же язык сам по себе не гуляет. Его что-то должен нести. Поэтому исторически, вот эти научные, для меня малоинтересны. Мне интересно вот здесь и сейчас. Потому что, когда приходят, там люди начинают мне объяснять, что они там медитации сбудут, там, соединялись, там, и все дела. Говорят, ради Бога, говорю. Ну, назови хоть одно из имен вот этой звезды. Понимаешь, что? Поэтому для нас есть вот то, что здесь и сейчас, то, что для нас важно. А для нас важно, чтобы в каждой семье летопись рода велась, чтобы всеми, как люди, предков друг друга упоминали, как своих собственных, чтобы женщины были мужчинам в сердцу, а день рождения Богородицы стало не просто национальным праздником, а не рабочим днем для женщин. И мы над этим работаем. Но параллельно сейчас вокруг Белухи, древнего Сумер, мы ищем, нашли места силы и будем ставить восемь ворот Шамбала, символических памятников. Они места-то знаменательные, но чтобы привлечь внимание к Алтаю, и чтобы сделать, ну, как сказать, привязать это к такому туристическому маршруту Алтай без границ. То есть, чтобы можно было ехать вокруг Алтая, не обращая внимания на границы, ну, хотя бы в каком-то части ее. Ну, когда-нибудь мечтаю побывать на каждой из восьми. Но вот такие проекты мы сейчас поднимаем. Поэтому места интересные. Политический вопрос можно? Ради Бога. Пока тоже в теме. Вот смотри, сегодня в Казахстане очень развиваются такие националистические направления, которые говорят о том, что казахи — это то, что должно происходить вне России. То есть, русские им не братья, казахи — это древний-древний народ. Значит, прокомментируй, передай привет братьям-казахам. Знаете, и на Алтае такие же люди есть, да? Есть, есть, да. Но убогие, ограничивающие себя в рамках собственной культуры. Вы знаете, вот в тайге раньше люди, наоборот, если там приходят путешественники, они за почет было свою дочь ему поддать. Вдруг ребенок родится. Понимаете? И это будет для народа счастье, если будет рождаться другой народ. Но мне тоже приходят. Не было у алтайцев, не было. И не женились русские на алтайках. И алтайские мужчины не женились, как бы не брали жены русских женщин. Но пришло новое время. И чем больше будет у тебя в крови, будет кровей, тем лучше. И как можно себя ограничивать в своем собственном котле? Это убогие, убогие люди, которые ограничивают себя в рамках своего собственного вот этого кубла. Я его называю, да? Они вымрут. Они вымрут на энергетическом, на духовном, на физическом уровне, если они будут себя отделять от других народов и культур. И пусть попробуют. Это их огромная проблема. Убогость сознания и их физическое вымирание, оно это стоит звенья, которые пойдут следом. Сначала они ограничат себя в общении с другими народами, потом умрут физически. И это закон. И кто будет с этим спорить? Давайте... Это уже не раз человечество показывало. И люди Черневой тайги всегда с радостью принимали, если у них в рот новая кровь вливалась, новая кровь, новая энергия, новые мысли, новые движения. С этим... А те, кто себя в этом ограничивал, вымирали. И пусть... Это, говорит, за их проблемы огромные. Это понятно. А чисто политически... А политически... Казахстан и Россия... Казахстан сможет вообще вот так вот выйти из... под влияние России и остаться чем-то таким значимым? Ну, честно сказать, вот до конца уж правду скажу, казахи, они тоже... Они знают то, что, в общем-то, Китай, наш дружественный народ, на своих картах уже мысленно расселил 150 миллионов китайцев. Поэтому они уже, как бы, знают вот такие романы. Они же монголов, казахов пригласили, а потом сидели и плакали. Но у каждого народа все равно складывается свой менталитет и свое мировоззрение. Сохранить свою вот идентичность, ну, это, наверное, важно. Но не надо себя отделять от каких-то вот экономических, каких-то вот этих... Сейчас, в общем-то, не надо захватывать государство, чтобы владеть им. Сейчас можно все купить. Ну, в принципе, сейчас вышел на другой энергетический уровень. И ты можешь думать то, что ты такой гордый и самостийный, а сам на деле ты уже не семь раз купленный и восемь раз проданный. Да. Поэтому сейчас другие вообще энергии ну, ходят. Просто бывает вот, что, ну, как вам сказать, жизнь такая штука, что, что я же был в Украине, я служил там. Служил в армии. У меня жена с кривого рога. Ее вся родня там. В Украине. Правда? Я сейчас вспомню. И в том городе, где я служил, в Павлограде, дядя ее родной живет. Ну, они русские. Ту деревню Екатерина проиграла в карты какому-то помечнику родня моего тестя. А тещина родня, она всю жизнь военнослужащая из дворянского рода. И когда-то они служили в ГСВГ и там построили квартиры и туда переселили, когда группу советских войск в Германии выводили, в кривом роге там было это. Поэтому много об этом уже было сказано. И энергетическая связь, ну, действительно, я сам удивляюсь, честно сказать, потому что, когда моя теща, ее сестра родная Таня, русская, звонит и говорит, вы нас захватили, вы, говорит, она говорит, Таня, это я, Руфина, это я сестра твоя, о чем ты говоришь, кого я захватила, говорит, понимаешь, в чем дело. Ну, идет вот на таком, на бытовом уровне вот этот национализм, я, конечно, страшное дело, потому что я видел национализм разных его, я видел и казахский национализм, видел украинский национализм, и это страшные лица, это страшные лица. Вот русские, вот никогда, что казахи приезжают, Айнелайн, их моя хорошая, говорит, да, что я видел в Казахстане, как казахи и русские сидели, пели украинские песни, не цегали воду, сидели по этому, не цегали воду, им нравилось, потому что красивые украинские песни, никто не был, мысли не придумал, чтобы там унижать на человека на национальном уровне, это как, как, как можно себя вообще отделять от этого, на самом деле, действительно, намного интереснее быть человеком мира, чем закрыться в своем собственном вот кубле, вот мою сало никому не дам, понимаешь, или там, по-моему, русская цивилизация эту миссию и выполнила, она выполнила, знаете, вот еще исторически, почему, Иван Грозного, ты говорил, что не было рабства на Руси, не было, и на западе, на востоке, там прикуют галерии, пока не сдохнет, вот будут гвести, русских не было, даже врага, взяв плен, кормили, одевали, а потом смотрят, человек нормально, говорит, ну можешь оставаться, в ладу женишь-то наше, останешься, вот так вот, можешь уходить, вообще редко кто уходил, потому что, в основном, всем нравилось жить вот в этом вот, как сказать, в единении с природой, в гармонии, скажется, земли на России много, мне даже честно сказать, я бы говорю, евреям бы, с удовольствием, там где-нибудь, вот пусть бы, переезжали все, Биробиджан, что называется, да, они там могут сделать, нормально, чтобы жить вокруг тебя, когда те все хотят, поэтому, я говорю, на Алтае много земли, ой говорю, не только на Алтае, но и в России, и любая нация здесь себя чувствует, ну, как сказать, принимается, на него поглядываются, смеются, подшучивают, где-то, но другой раз, конечно, выходит из себя, у нас, как этот, у меня на севере, один друг, разные бывают эти, вахты, бывает, татарская, бывает, там, чувашская, бывает, там, саранская, бывает, украинская, с Украины приезжают, а вахты, приехали, уехали, вот другие, нормально, но когда заезжает украинская, они все, вплоть до ключей, вплоть до каких-то, грузят свои сумки и тащат домой, какие-то, то есть, вахта закончилась, половина стыбзили, там, вплоть до того, все, будем в аэропорту проверять, другие едут, люди, как люди, а эти все тащат, тут в Украину, это, откручивают, отламывают сумки, и это, ты говорим, зачем, ты же, вот сам же тут работаешь, ну, пригодится, понимаешь, почему я, ну, то есть, есть какие-то, вот эти национальные, какие-то, особенности, некоторых народов, что, что, другим в голову не придет, а эти, этот, отломают, и будут тащить, идешь, с работы, говорит, возьми хоть гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость, да, поэтому, шутки шутками, но, некоторых такого нету, например, ну, мне интересно, Мордва, мне очень нравится Мордва, ну, трудно, в Мордовскую деревню заезжаешь, все с тобой здороваются, дети идут, все трудолюбивые, все добрые, какие-то открытые люди. Подтверждаю, я строитель работал с Мордовскими бригадами. Очень трудолюбивые, и в деревне Мордовске, ну, просто красота, просто, но люди сохраняют свою идентичность, разговаривают, на своем языке, но абсолютно открытые для других это, поэтому много таких в России народов, я считаю, то, что чем они будут, чем Россия сильна. Вот, кстати, на историческом уровне, вот, я интересный был фильм посмотрел, по каналу «365 дней», я не знал, хотя я ведь дочитал и слышал то, что эти гунны воевали вместе со славянами против римлян, со скифами, скажем так, со славянскими племенами, славянские племена в истории очень тогда мало упоминались, там, и очень скупо, а вот то, что гунны с скифами, с сарматами, вот с этими народами, это точно. Нет, понимаешь, в чем дело? Вот, я тебе хочу... Гунны, это образное понятие. Образное, я тебе расскажу, образное, я увидел фильм, посмотри его тоже, по каналу «365 дней», я умудрился его два раза посмотреть, про Тибу, вождя гуннов. Его, оказывается, родные братья звали просто Местислав. У них в Римской империи вся история была законспектирована, и оказывается не он, а еще и его отец и дед объединили все племена Дуная до Лены, собрали великую армию гуннов и заставили Рим платить дань, но два города была ставка от Тибы, один в Курской области, другой Липецкой, и в Италии про это фильм сняли, переводом на русский язык, с портретами, с цитатами, все как было. У них-то эту историю, там все изучили, только русским про это не говорят. Потому что если это, у нас это, это VI век до нашей эры, если и тогда уже была великая миссия славянской культуры, объединять все племена от Дуная до Лены, и в одну битву они даже не проиграли, ничья была, все куда-то делись. Они домой пошли. Название. War 2, War 2 прошли. Название фильма. Название фильма. Ну, канал 360, я не знаю, как его название, но канал 360 про Тилу, да. Про Тилу, да. Можно так найти. Сам удивился. Я говорю, ну, легенд много всяких. Ну, там, понимаете, летопись вилась Римской империи, вилась летопись. И там все эти факты все выложили. Итальянцы сами из летописи Римской империи сделали этот фильм. Да, да. Итальянцы сняли про Тилу фильм и со всеми цитатами и даже и то, что его ставка была в Курской и Липецкой области, два города были. И что Аттину звали Местиславом. Я слышал такое. Поэтому вот такие факты, знаете, как бы, если уже люди сделали большую работу, почему бы вы не везти в учебники истории для русских? Проверять надо. Научно надо доказать. Там научно. Там прямо, вот что называется, с портретами его, со всеми этим. В этом отношении советую так, не отмахивайтесь от науки исторической. У нас очень сильная историческая школа, основанная на археологии, на истории тех вот, еще 19 века, знаменитых историков. И ведь это сильнейшие вещи. Поэтому они наработали определенный багаж. Вот у нас есть в стране институт славяноведения. Есть такой профессор Владимир Яковлевич Петрухин. Прекрасный славяновед. Вот если его послушать, вот Артем, вот у тебя твой рассказ идет такой, он очень образный, красивый, правильный, такой, мощный, он формируется на основе легенд. А они, историки, формируют свой образ на основе исторических открытых, в том числе доказанных первоисточников и естественной археологии. Вот, это же тоже потрясающе, интересно. Я не увидел у тебя больших... Нет, я сидел, где нас приехали историки, они сидели, меня слушали, рот открытый. А когда они начали рассказывать о своих находках, у меня рот был открытый. Понимаете, потому что они нашли вот тут уже, говорит, золотого человека, то есть у него костюм, костюм тоже, про принцессу, Кока Кадыр, она, кстати, не была принцессой. Я что-то, вот, не до... она была служительницей культа. Культа первородной матери. Я даже до конца скажу золотой бабой. Потому что скифы поклонялись первородной матери, а это была как раз золотая баба символизировала луну в человеческом обличии. Я по поводу скифов все время уточняю. Разве здесь была скифская... Была? А при Черноморье... Ну, скифы они же кочевники. Даже... ты историей увлекаешься, давайте я вот расскажу тоже, где будет интересно. Я же жил в Талдыкургане, я тебе рассказывал. Талдыкурганская область, она до сих пор все называется Семеречья. Тебе это название о чем-то говорит? Но только семь рек там никто не мог никогда насчитать. Потому что Или, Каратал, Аксук, Аксук, Аксук... А кто следующий-то? А следующий был Иртыш, Алей, Ануй и вот та самая вот Дакатуни. Вот эта древняя земля... Ты понимаешь? Вся Семеречья была, да? Семеречья оно было вдоль горла. Пойти через пустыню вот этот вот Казаларда, там кто там тебе будет там, кого пасти. Люди приезжали, шли там, тебе можно скот пасти. Они со скотом путешествовали, они на нем ехали и им же питались. И вот, с этой точки зрения, где Алатырь, камень, если географически, то географию нужно понимать. Вот Шелковый Путь, Великий Шелковый Путь. Ведь первый караван, они были не на верблюдах и даже не на конях, они были на ишаках. Я был, у меня начальником погранзаставы станции Дружба погранзастава. Брат мой был, мы несколько раз к нему в гости ездили. Там вот Джунгарские Латау, Зайлийские Латау, они соединяются. Между ними 12 километров ровно в местности. Это называется Ворота Мира. Там оттуда ветер сильный дует. И там будет станция Дружба, Казахстан. выходит из Китая под железным. И оттуда караваны выходили. Но любому каравану идти вот так вот через пустыню, они шли вдоль гор. А приходя вдоль гор, они все приходили половина сюда, половина шли туда. Но сюда они приходили тоже важно. Здесь же было древнее торжище, вот где Биа, Скатуньо, Северсене. Здесь самое древнее в Сибири плавежная переправа. Коней на лошадях, лошадей переправляли на плотах через реку, чтобы не тонули много. И там же дальше было Булгарское ханство. Там же вот и а тут же горное шор, и железо удивительно, ну, качественное. Шорцы древние кузнецы. На всю Сибирь, да, дюрки. Но там железо вот так лежит. И тут же лежит доломит, который помогает железу, чтобы быть качественным. Вот тут горы доломит, а вот здесь горы железа, рядом. А тут уголь, на котором можно его плавить. Это вот для всей Сибири это всегда была вот кузница, самое качественное железо было в Шорье. Там геологически так сложилось, что труднее найти удобнее место. Как на Алтае золото, ну, ртутью разглавляли, ртути много, то там железо, этот, уголь и доломит. Ну, дюрки были известные кузнецы. Да, и вот они, и многие даже вот туда, в Азию, железо везли от Сибири. И тут вот этот шелковый путь вот сюда приходил. И прославянские племена тысячи лет кочевали по семи речью, в Ведах написано. Но семи речи, они семь рек называется. Понимаешь, что? Семь рек. И когда у нас в детстве спрашивали семи речи, какие реки? Ну, все говорили, Ильи, Каратал, Аксук, Аксук. И потом придумали, Беже, как Беже? Это вот это, Иртыш. Вот она, вот они, семь рек вот эти, которые сформировали вот эту землю. Ну, просто, там дорога начиналась, но ее же надо было как-то завершать. И приходили вот сюда, где слияние Бейкатуни, где было время, во времена монголов сюда же сходились границы трех великих каганатов. Я видел эту карту. На запад уходил каганат Джучи, на юг Угидея, на восток великого хана. Орда. Орда. А? Не каганат, Орда. Три Орды. Каганаты когда были у них первые? Вот это, когда после Чингисхана? После Чингисхана. Синяя, белая Орда, Кок Орда. Там вот эти вот. Это Орда. И каганаты. Каганаты были у тюрок, у уйгур, у киргизов. Ну, вот этот слоган я вычитал как раз нечаянно в каком-то научно-популярном журнале, когда я видел эту карту. Ну, смысл один. Смысл один. Один, то, что три этих вот феодальных разделения сходились одной точкой на слиянии Би и Катуни. И не случайно. Потому что часто ездить друг к другу в гости монголы шибко не хотели. Потому что вроде как родня, но поехали, все потеряли. Ну, времена такие были. А вот заключая договора, какие-то обсуждения, все равно надо было. И вот на глазах у золотой бабы она и происходила. Поэтому это тут много того. Да? Чингисхан поклонялся золотой бабе. Мы даже хотели для нее делать шесть коней серебра в полный рост. Это тоже эти интересные моменты. Ну, вот это был такой памятник, такой, да? Талисман этих мест. Это золотая баба. И если вы где-то сохранились или где-то что-то она... Вот, знаешь, еще об этом же все религии официальные борются. Но во времена СССР вы, может быть, видели этот фильм «Пропавшие экспедиции», Надея Смелковская. Они искали ее в районе Артебаш. Артебаш это вообще-то наш Артебаш, где Телецкое на начале Телецкого озера. Поэтому слухами эта земля всегда помнилась. полнилась. Но я объясняю, что даже слово «Алтай» «золотая луна» и о том, что матерью всего живого на нашей земле была, есть, остается и будет вечна эта луна. И это мне как раз ученые рассказали, что когда-то приливы и отливы океана, не было, говорит, жизни на земле, пока луна не появилась. Когда же луна появилась, приливы и отливы океана, стала земля дышать, земля стала живой благодаря луне. Сама жизнь на земле получилась в приливной зоне, там, где приливы и отливы океана, поэтому поведение животных, часто это в Америке, волна, поэта, описывает, ну, смысл жизни, зарождение, это движение, как берег и волну, ну, поэтому взрослые люди понимают, чего я там намекаю. Но смысл в том, что до сих пор все огородники сидят с лунными календарями. И на растущую садят все вершки, на убывающую корышки. Это, как бы, кто бы с этим спорил. И все обряды проходят, все физические, энергетические чистки делаются на убывающей луне. На растущие люди просят получать здоровье, гладчу, благополучие, любовь, ну, получать. А чтобы что-то получить, сначала на убывающую убирают все, что мешает получить. Вот в этом вот ритме жизнь-то, оказывается, поднимается. Но и золотая баба это не портрет женщины, это портрет луны. И скифы, которые были, кочевники, они луну любили. Потому что даже делать ночные переходы в приполной луне было намного интереснее, чем днем жара, и ночью едет, днем спит под деревом. То есть, по-другому маленько люди жили. Для них луна была очень важна. Потому что с ней, ну, как сказать, и об этом могу долго рассказывать. Я думаю, нам пора заканчивать прекрасную философско-историческую лекцию. Спасибо, Артем. Спасибо. Я думаю, она будет очень интересна, эта лекция. лекция. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...